А если бы действительно с вами случилась такая ситуация, ну, похожая, показательная в необитаемом острове, что бы вы делали? Сложно сказать, на самом деле, но не знаю, что я делал. Мы когда там снимали, непосредственно на съемочной площадке, мы стояли и смеялись с девчонками, а что бы я на самом деле сделал бы, если бы, ну, по фильму, там, если трейлер все видели, там получается такая ситуация, что девчонок крадут, ну, контрабандистов эти тайские, запирают в решетки и так далее. Ну вот, я пугаюсь, убегаю, а потом, как бы, возвращаюсь и спасаю их. Вот, и я подумал о том, что если бы на самом деле такое случилось бы, выжил бы я или нет, я понял, что я бы сразу бы умер. Вот, но там фильм, и поэтому я спасаю всех. Открываю сейчас небольшое такое занятие с таймами. Вам, наверное, не пришлось сильно вживаться в роль, правда? То есть вы, наверное, сыграли самого себя, получается. Ну, по сути, да, на самом деле, так и есть. Мне кажется, ваш герой получился, ну, ровно таким, какой вы есть. Да, да, все правильно. Вот, спасибо вам за это. Сколько участников дуэти «Сетры Зайцевы»? Два. Самая плохая оценка? Три. Какую оценку вы получили по химии в школе в один классе? Аплодисменты Роману! Мне, кстати, это, ну, если можно рассказать, мне не нравится. Да, да, да. Просто у меня был предмет на выбор, у меня была классная организация Зоя Алексеевна, Баумштейн. Да? Фамилия такая. Вот, и мне предоставлялась возможность, что выбрать. Она так специально построена. Ну, не то, что построена, так получилось, что мне нужно было, все выбирали, естественно, физкультуру там и так далее. Такие предметы легкие, ну, на выбор, помимо обязательных. Я выбрал именно химию, издал ее, выучил, издал на 5. Я закончил в Сельскохозяйственной Академии Юнии Климента Акача Тимирязева, поэтому, собственно, мне химия пригодилась в жизни. Но не по специальности пошло работать. Хотя по профессии ученый-аграном. Просто наблюдение со стороны зрителя. Честно, посмотрев трейлер фильма, идти не хотелось. Посмотрев кино, как вот Стас, спасибо вам огромное, что спросил нас всех перед этим, посоветовали бы вы кому-нибудь своих друзей сходить на это кино, да, я бы посоветовал. Спасибо. Поэтому что-то сделайте с трейлером. Спасибо. Спасибо. Но, на самом деле, первый был трейлер, он был длиннее чуть-чуть, и он, да, действительно был непонятный немного, если говорить о нем. А второй он более короче стал, и вот там уже как-то по-другому выстрелили, все переделали. Ну, не знаю, про какой вы говорите, но мне нравится второй. Как, собственно, вам в голову пришла вот эта идея, вот эта ситуация, когда три девушки и один мужчина выпадает на Натаймост? Ну, это, знаете, наверное, мне кажется, где-то у каждого мужчины где-то, мне кажется, где-то в глубине души, где-то далеко сидит такое желание, а чтобы было бы, как бы так, вот, не только вообще с тремя, а с одной бы вообще... С детьми, да? Нет, не почему, ну, как бы, Робинзон попал, и вот тут у него пятница, с одной, как все, ну, не то, что завидовали, а как само какое ощущение, как он, как каждый себя представлял, что бы он сделал. А тут 23, и финалистки еще, конкурсы, ну, не знаю, ну, как бы так вот придумали эту идею, докрутили ее, и, в общем, родился какой-то костяк сценария, и потом начали вот так вот его потихонечку дорабатывать, 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 и придумали, что это ведущий дешевых всяких гопосвать, который скатился по наклонной вниз в своей карьере, ему шанс предоставляется поехать наладить свои отношения с другом, с бывшим. Кстати, роль Чумакова должен был играть Алексей, ну, собственно, который Татьяна, Леша, да, но у него не получилось, и поэтому вот договорились с Чумаковым, вот. Как видит Роман себя в 70 лет? Я вижу себя, как, в 70 лет? В 70 лет, как вы себя видите? Дуэт, сестры Зайцева, также выступают, что-то новое придумывают, пишут, записывают. Вот вообще, юмор, то, что смешно с годами, меняется? Я думаю, что да, и представление о юморе меняется, какие-то шутки меняются, какие-то шутки вечные абсолютно остаются. И раньше, и можно было произнести, смеялись в студии, и сейчас. Я про пример, конечно, сейчас не проведу, не приведу, я не вспомню. А некоторые номера, наоборот, мы смотрим, например, те же свои репортажи, например, с Алексеем Романом, Татьяной, которые некоторые актуальности не потеряли, а некоторые вообще перестали быть смешными. Ну, естественно, какие-то номера меняются, какие-то нет. Ну, меняется мир, меняются события. Мы стараемся шутить актуально на какие-то актуальные вещи, которые происходят в данный момент в стране, в мире. Здравствуйте, меня зовут Руслан. Очень приятно. У меня вот такой вот вопрос. У меня сейчас нет телевизора, поэтому они могут смотреть Comedy Club, но я его смотрю через Ютуб. Есть интернет? Через Ютуб, да. Но почему-то в последнее время я вас там последнее не особо вижу. Мы действительно, сколько, 9 лет мы вот выступали в Comedy, потом решили, ну, и далеко не сигарет, что Гарик Матерсян наш художественный руководитель, так, худ рук, так скажем, всего этого действия. И мы вместе сели, подумали, что, ну, наверное, уже как-то, ну, хватит, наверное, показ миниатюры, нужно какой-то дальше рост, нужно что-то дальше делать. И решили сделать видеорубрику. И вот мы год писали, сняли 10 программ, сейчас пишем 10 еще программ, будем снимать еще 10 программ. И вот первая была в эфире, это рубрика, такая видеорубрика, она идет 4 минуты. Ну, если, чтобы понятнее было, вот, ну, все знают видеорубрику в Comedy Club Сержа Горелова, предварительной ласки, да? Вот, это будет видеорубрика от сестер Зайца, которая будет называться Welcome to Russia. Инструкция для иностранцев, как жить в России. Если вы иностранец, приехали в Россию работать, знайте, что так, 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 такая вот коротенькая штучка будет. Первая программа уже была, скоро будет вторая, третья и так далее. Что было самое трудное при съемках фильма? Когда меня пригласили на эту роль, девчонки уже были там, на острове, в Таиланде. Да, вы с вас согласились. Вот, я летел, я думаю, куда я лечу, что я делаю, вообще как, как, что-то, ну, Светлана Кочеку, да, в Росомахе, уже в Голливуде снимается, там, с Феджековым, все дела. Аня Тоскита тоже, много сериала за плечами. Аня Хелькевич тоже, ну, как, ну, актрисы, девчонки, которые получили актерское образование. Я парень простой, из камедии, вроде я так никогда и себя-то и не износил, и никогда не, не то, что не старался прыгать выше головы, но, в общем, всегда было как-то это в новинку, все было так страшновато, но в то же время интересно, я к этому шел, стремился, шел, шел, шел. Я летел, думал, что делать, как они, оу, я, ммм, вот, в итоге прилетел, и это было сложно, вот, самое главное, чтобы прилететь, познакомиться, сработаться, но в итоге мы так круто сдружились, мы когда улетали, вообще не хотели расставаться, дружим, общаемся, посидим. Неужели будет остров Пизинья-2? Ну, посмотрим, как прокат пройдет. Вот, вы пришли к нам, и с вами очень легко и комфортно общаться, а со всеми дни так легко находите контакт, бывают какие-то, может, трудности психологические, или со всеми ли вам так легко? Ну, по сути, да, это, наверное, как бы располагает, когда ты к человеку с улыбкой общаешься, когда ты, ну, шутишь, наверное, как-то, не знаю, а если, да, я приеду, да, да, да. Таким вряд ли ты хочешь общаться же, правильно, сразу, как-то, вообще, да. Поэтому, ну, вот, я не знаю. А может быть, у вас есть звездная болезнь? Не знаю. Расскажите, пожалуйста, откуда вы родом и в своем детстве, может, не все это знают. Спасибо. Я, у меня очень такой, я такой тульский москвич, дагестанский тульский москвич. У меня папа лесгин, дагестанец, мама русский, я так наполовину кавказ. Кавказец, короче, я дагестанец, наполовину. Вот, родился в Москве, но так получилось, что мои родители развелись, и я уехал в Тульскую область. В следующем, вот вы 10 лет проработали в Камеди, соответственно, шутили на все эти темы про, простите, жопу, про все остальное, да, вот, не буду дальше говорить. Ваше личное отношение вот к этому, это нормально, то есть это просто запрос народа, и, соответственно, вы отвечаете на этот запрос. И что вы сами испытываете, когда говорите такие слова, то есть тот детский еще неочий восторг, там, шестилетнего, там, или пятилетнего, который выходит и говорит взрослым, так, ха-ха, вот. Или все-таки вас как-то немножко, ну, коробило? Ну, на самом деле все очень просто. Ну, действительно, есть шутки, в которых это крепенькое словечко, ну, никак и без него обойтись нельзя. Есть шутки, которые без них можно обойтись, их не нужно специально вставлять, это только усугубляет положение. Ну, на самом деле, мы вот об этом уже, в этом уже, ну, убедились сами, потому что, когда Камни Клаб стартовал 10 лет назад, тогда, в 2003 году, естественно, чем он взял, чем вот это был пик популярности, чем вот это была скандальность, вот это все, потому что, ну, такого не было, как так? Вот выходили, молодые ребята выходят на сцену и шутят такие жесткие шутки с такими крепкими словечками. Ну, по сути, это есть такая наша жизнь, такая наша кухня, у каждого своя личная, на самом деле, когда мы сидим, где-то выпиваем с друзьями на кухне, за столом где-то. Мы же рассказываем анекдоты, прикрепляя к этому крепенькие словечки, можно и без них обойтись. Да, и с каждой передачи в Камеди мы стараемся все чище, 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 чище делать эти номера. И сейчас, если посмотрите, в Камеди, ну, очень мало осталось каких-то номеров, где используются такие крепкие слова. Но если они используются, они прямо вот, они там родились, они там вот прямо по-любому нужны, там, без них никак не обойтись. Есть такие шутки, которые можно обойтись без крепких слов, а есть и вещи, которые никак. Вот я как отношусь к этому? На каких-то закрытых вечеринках, на каких-то концертах закрытых, где нет детей и так далее, некоторые даже просят, типа, ребят, давайте там без цензуры, без купюр, прямо вот как, давайте прямо отлично сделайте. И то, в этом случае, если есть в номере, есть в шутке фраза, где стоит там такое-то какое-то слово крепенькое, ну, вот, я его потребую только в том случае, если, ну, я вижу, что в зале хорошая атмосфера, ну, как в зале, обычно это не то, что прямо в зале в большом, а обычно это происходит там, ну, какие-то закрытые мероприятия, там, какая-то корпоративка, может быть, там, день рождения, юбилей, че-то и так далее, если просят, я говорю, опять же повторюсь, если нет детей, вот, поэтому стараемся не использовать эти крепкие словечки, но если они, и мы их используем, мы их используем только, ну, в том месте, где они действительно стоят, ну, в смысле, где они смотрятся, что ли, я не знаю, как это сказать правильно, вот, что я испытываю, я испытываю кайф от этого всегда, мне очень нравится. Отлично. Вопрос Роману. Какой, по вашему мнению, самый веселый фрукт и почему? Банан. Это у меня остался шлейф с фильма «Что творят мужчины». Прекрасно. А какому бы фрукту вы отнесли себя? К банану? Банан и кокос, да. Банан и кокос, хорошо. Это еще не весь вопрос. Скрестите, если говоришь, на банан и кокос. И знаете ли вы, что у какао-бобов почти 300 различных вкусов и 400 ароматов? Нет. Удивительно, не правда ли? Это я все продолжаю цитирую. Сможете назвать пять вкусов и ароматов какао-бобов? Конечно. Кокао-баб, ба-балка, каук и бау-как. Хорошо, отлично. Чувствуется, что в Таиланде вы прошли на мощную школу, теоретическую базу, продолжили под это. Вот здесь стоит 16+. Как вы относитесь к тому, что у нас просто-напросто идет, ну, как бы, 12+, 16+, 18+, именно к этим цифрам? Если это возможно, прокомментируйте. Я не совсем понимаю вопросов. В смысле, соответствует ли ограничение в фильме? Нет, вообще. Правильный ли закон? Я именно это правильно. Конечно, правильно. По поводу фильма «Острове везение» 16+, да, ограничение стоит? Вроде должно было меньше быть. Я, если честно, видел очень много раз фильм, но видел все время какими-то разными кусками. Полностью собранный фильм я еще сам даже не видел. Я думал, мы вместе посмотрим, оказывается, вы уже посмотрели. Но там не настолько какие-то есть такие-то вещи, чтобы ограничение стать 16+. Я, если честно, был удивлен, если честно. Роман, добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, человек в саппарат. Я продолжаю рубрику каверзных вопросов. Вы обронили слово «скачать». Вы актер, вы, ну, собственно говоря, получаете деньги за то, что не скачивали. Продюсеры и студии еще больше. А вот и права, наш любимый вопрос. Да, собственно говоря, как вы относитесь к тому, что скачать? Ну, что мы можем сделать? Если бы мы всем говорим уже всегда, так и все знают, наши то, что в бизнесе и певцы различные, которые поют и также борются с этими актерскими правами, и люди, которые пишут и так далее. Если бы жили в Америке, давно были бы все миллионерами. Потому что с этим там строго, с законом о авторских правах, все это поставлено на четкую ноту, все это отслеживается. А у нас, естественно, это как-то, ну, пытаются, стараются. Огромный респект, что называется, уважуха ребятам, которые все это делают. Но невозможно, так или иначе, получается, что «А, скачаю» в интернете, да. Мы за это ничего не получаем.